Кировские полицейские раскрыли ограбление ветерана. На днях правоохранители получили сообщение, что у 90-летнего труженика тыла забрали из квартиры около 70 тысяч рублей. Накануне потерпевший получил пенсию и выплату ко Дню Победы. Как выяснили, полицейский ограбил ветерана 42-летний, неработающий кировчанин. Мужчина задержан. О происшествиях в других регионах страны смотрите далее. В Кирове задержали молодого фальшивомонетчика. Это 23-летний житель областного центра. По данным полиции, он причастен к совершению 20 преступлений. За последний месяц в кировских магазинах зарегистрировано несколько случаев сбыта фальшивых купюров. Преступления совершались по схожей схеме. Злоумышленник приходил в торговые точки, расплачивался за мелкие покупки пятитысячными купюрами и получал товар, сдачу и уходил. Фальшивые купюры отличались высоким качеством, поэтому продавцы и кассиры в магазинах не смогли их распознать. Задержанный привлечен в качестве подозреваемого по ранее возбужденным уголовным делам по статье «Сбыт поддельных денег». В Москве мошенник украл 23 миллиона рублей под предлогом продажи масок. Злоумышленник от лица фирмы по производству средств защиты заключил с бизнесменом договор на поставку около 20 миллионов масок. В качестве оплаты покупатель в присутствии продавца внес деньги в арендованную банковскую ячейку одного из коммерческих банков. Ключ от ячейки с деньгами остался у потерпевшего. Планировалось, что он отдаст его продавцу сразу после отгрузки товара. Однако условия договора продавец не выполнил, маски переданы не были. А когда бизнесмен вернулся в банк, то обнаружил, что деньги пропали. Оперативники выяснили, что мошенник арендовал эту банковскую ячейку заранее, готовя аферу. И заранее изготовил дупликат ключа. Спустя несколько часов после заключения сделки он снова вернулся в банк. Дальше все просто. Открыв ячейку, запасным ключом забрал деньги. Мошенник уже задержан и взят под стражу. В храме Тюменской области нашли останки человека. Сейчас на месте работают оперативники. 12 мая рабочие при реставрации объекта культурного наследия нашли в подвале здания Кости. Есть предположение, что это останки известного купца и мецената Андрея Текутьева. Всю свою жизнь он прожил в Тюмени и сделал для нее очень много. В настоящее время следователями осматривается место обнаружения останков, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.